Продолжение следует... Некоторые проповедники считают, что это единственный вариант вдохновения. Находить тексты можно только вдохновению. Пришло вдохновение, один проповедник говорил, ждите свыше избранного слова, хотя бы вам пришлось ждать до последнего часа богослужения. То есть, если вы проповедуете где-то в конце, и вам нет слова, сидите, ждите, Бог вам даст, когда вам надо будет уже выходить на кафедру, будет общее пение, и вам надо будет выходить. Действительно, иногда Господь дает нам тексты. У вас бывает вдохновение, да? Сколько раз в месяц часто приходит вдохновение? Не часто. Не часто, ну, так раз в месяц, где-то полгода. Бывает иногда вдохновение. Прежде всего, готовиться-то по-любому надо. По-любому. Вот в чем вопрос. Ты говоришь уже те вещи, которые тебя, допустим, вдохновляет на данный момент Бог говорить, но все равно готовиться-то надо. Готовиться-то надо. Ну, вдохновение, оно как-то стимулирует подготовку именно. Да. Хорошо, когда есть то и другое. Когда пришло вдохновение, и оно пришло заранее. Если оно пришло не в последний час богослужения, а когда оно пришло за неделю или за месяц до богослужения, тогда хорошо готовиться. Спержин, ну, нельзя сравнивать. Спержин был действительно талантливым человеком, проповедником. Мы не можем даже сравнить себя. Вот он полагался на вдохновение часто. И он говорит, надо было как-то проповедовать. И говорит, я открыл Библию, чтобы найти текст, которому готовился. И вдруг бросается мне в глаза, словно левий с чащик у старенька другой стих на другой странице Библии. И овладевает мою. И прихожане мои поют, а я вздыхаю. И говорит, хочу проповедовать на тот текст, который уже подготовил. А этот текст меня дергает, не дает покоя. Давай, давай, давай. И говорит, пришлось проповедовать на новый текст. Ну, так, может быть, мог Спержин проповедовать. Вдохновение приходило, да? Знаете, у меня так тоже очень часто бывает. Очень часто, особенно, чаще всего, в чужой церкви, но не в своей церкви. У меня так бывает. И я пришел к выводу, что лучше бывает, проповедую. Бывает, получается, даже неплохо, как самооцениваю. Экспромт выходит, да, бывает на пятерку, будем говорить, или там на хорошую четверку. Но я пришел к выводу, что лучше все равно стараться проповедовать то, что ты готовил. Потому что это все равно в тебе. Можно, нет, на это можно тоже, можно и нужно выходить в эту сторону, можно и нужно, но надо делать это как можно реже. Я думаю, здесь мы будем позже об этом говорить. Часто люди путают вдохновение духа и свое вдохновение. И они думают, что если это за неделю до проповеди, то не дух. Но дух нас вдохновляет и за неделю, и за месяц. И он же готовил. А для чего нам дух тогда открыл тот текст? Для чего мы работали над ним? Для того, чтобы мы его сказали. Поэтому здесь надо учитывать. Хотя, конечно, обстоятельства могут быть разными. Иногда Бог может так поступить. Но в целом мы сочетаем вдохновение и подготовку. И время от времени на нас входит вдохновение. Но иногда, кому приходится часто проповедовать, даже не всегда хватает. Вот хочется текст, нет какого-то вдохновения. Иногда трудновато. А люди хотят кушать. Ну, представьте, если у хозяйки дома нет вдохновения. Ну, нет вдохновения готовить. Ну, и что? Ну, и села, поспала мать. Полежала, дети пришли. У меня вдохновения нет. Вот, как-нибудь обойдите. Завтра нет вдохновения опять. А что она делает? Она готовит. Утром, вечером, каждый день. Снова и снова и снова. Есть или нет вдохновения, надо готовить. Люди хотят кушать. А в церковь люди приходят, в дом молитвы. Они хотят кушать духовно. Они будут зависеть от вашего вдохновения. Когда вам последний час придет вдохновение, потом вы что-то наговорите. Иногда на пятерку, иногда хуже. А людям надо хорошая пища, не камень. Надо хорошая пища. Вот, надо ответственность чувствовать. Но вдохновение-то хорошо. Второй момент. Внешние факторы, что содействует этому. Ну, иногда какую-то тему и текст для проповеди мы получаем, наблюдая за событиями мира. Например, кризис. Мы говорим, мы не проповедуем о кризисе, мы проповедуем о Боге. Но эта тема для нас. Мы сразу думаем, а что мы можем сказать людям в этот момент? Вот некоторые люди потеряли деньги. В Белоруссии в ночь с 31 декабря на 1 января произошла девальвация. То есть, белорусский рубль, да, потерял 20% стоимости. А потом еще 5-7 уже до сих пор. За ночь. Некоторые люди, кто собирал деньги в белорусских рублях, скажем, лежало у пенсионера 2 миллиона. 31 января 2 миллиона белорусских рублей. 1 января у него стало в отношении к доллару на 20% меньше. Он потерял деньги. И для нас это возможность и необходимость что-то сказать людям. Может быть, утешить. Или, может быть, взять проповедь, не заботясь о завтрашнем дне, и сказать людям о кризисе. Что нужно делать в кризисе? Что люди делают? Или сократить наши пожертвования в церковь, или давать столько, сколько давали, или наоборот, во время кризиса увеличить пожертвования. Это было бы сильной верой, такой сильным шагом веры. То есть, внешние факторы часто заставляют нас что-то делать. Или теракт произошел, скажем, в Америке, когда все об этом говорили. Но для нас это возможность сказать о последнем времени. Предупредить людей. Что будет дальше? Готовьтесь. Мы не знаем, когда жизнь закончится. Когда мы слышим подобного рода террористические акты, или люди погибают внезапно, мы об этом говорим. И надо проповедовать. Иногда вот такие внешние факторы нас толкают на мысли, какие-то наталкивают. И мы находим. Помните Христа? Когда пришли Галилея, кто-то, и сказали, там Пилат смешал кровь Галилеян. А вот, говорят, башня упала на этих людей. И Христос сразу сказал идею какую-то. Если не покаетесь, все погибнете. То есть, какой-то случай, происшедший где-то, он побуждает нас к проповеди. Надо наблюдать за миром. Что людей беспокоит, чем они живут. И это может побудить нас к проповеди. Внешние факторы. Пастырский фактор. Ну, я так назвал пастырский фактор. Это ответ на нужды людей. Я имею в виду, что пастыры работают с людьми, с членами церкви. Они выслушивают их нужды. Они молятся с ними об их проблемах. И они знают нужды людей. И они знают, о чем проповедовать. Скажем, одна из проблем в последнее время серьезных, ну, в нашей церкви, по крайней мере, семейная проблема. Мы имеем большие проблемы с семьями. С некоторыми молодыми семьями. Люди только недавно женились. И уже трудности, переживания. Это для нас не вызов. Мы должны проповедовать об этом. А почему мы мало об этом говорим? Надо сказать об этом. Надо сказать, как должны дети себя вести в семье. Отношения с родителями и детьми. Отношения мужа и жены. Об этом тоже надо... Библия об этом говорит. Это может стать темой для проповеди. Вот разного рода проблемы, которые в церкви происходят. Или какое-то лжеучение появилось. Бывает, иногда проходит лжеучение мимо. Это для нас тема для проповеди. Мы можем сказать, объяснить людям и учитывать. То есть, учитывая нужды людей, если мы знакомы с нуждами, если мы беседуем с людьми, общаемся с ними, мы знаем их нужды. Мы можем проповедовать и объяснять. Ну и последний момент, очень важный. По крайней мере для меня он играет большую роль в моей жизни, в проповеди моей. Это серия проповедей. И этот подход нельзя противопоставлять первым трем. Вот я не сказал бы, что это как бы отдельный подход или противопоставление. Наоборот, это часть. Например, Дух Святой может вдохновить на серию проповедей. Скажем, Дух Святой может вдохновить вас на серию проповедей по десяти заповедям. Не на один текст, а на десять. И вы скажете десять проповедей. Это вдохновение от Духа. И проповедник может произнести серию доктринальных проповедей. Или аполлокитических, или проповедей о браке и семье. И это большое благословение. Вот я сам говорил о себе, вот я взялся за Нагорную проповедь. Вот я по пятой главе только сказал девятнадцать проповедей. А вы представляете, какое богатство в Нагорной проповеди? Что не проповедь? Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. Это целая тема. Блаженны кроткие. Блаженны миротворцы. Дальше. Тема счастья. Да, кто там смотрит на женщину с вожделением. Если ты с братом твоим не в мире, помирись с ним. Или кто ударит тебя в левую щеку. Или просящему тебя дай. Или любите врагов ваших. Это просто такой кладезь. Богатство такое мыслей. Вот Нагорная проповедь, братья, это настолько богатая. Вот шестая глава. Получение о посте, о милостыне, о молитве, о лицемерии. Это же настолько актуально. Или не собирайте сокровища на земле, на небе. Но это самое, что есть актуальная проповедь на сегодня. Или не заботьтесь. И как Христос аргументирует там, посмотрите на птиц небесных, природа. Или логика, душа ли не больше пищи, тела одежды. Маловеры. Где ваша вера? И как он красиво это показывает. Или седьмая глава, не судите. Разве это не актуально? Не актуально. Разве мы сегодня не судим? Известен такой факт, что Джон Маккартур Старший проповедовал непрерывно по Нагорной проповеди больше года. То есть он выбрал вот такой стиль проповедования. Стих за стихом он проповедовал в своей церкви. Я думаю, он проповедовал по Евангелии от Матфея, кажется, 7 или 8 лет вообще в своей церкви. И сейчас, кстати, на русский язык переведена Евангелия от Матфея, 4 тома, 4 тома издано уже. Это его проповеди по Матфея. И есть отдельно даже заповеди блаженства тоже Маккартура изданы. Но я не думаю, что это единственный вид или метод проповеди. Поскольку некоторые проповедники и учителя говорят, что только так нужно проповедовать. Вот только стих за стихом брать Библию и по порядку идти. Это один из методов. Апостолы не практиковали только такой метод. Вот мы не видим, чтобы апостол Павел взял бытие книгу и по порядку начал проповедовать. Или апостол Петр. Он цитировал Осию, он цитировал Сафонию, он цитировал Второзаконие, другие тексты. То, что было уместным в данном контексте. Но почему такой тип проповеди важен? Во-первых, это проповедь полного Евангелия. Заметьте, в некоторых церквах вы можете год сидеть и не услышать, скажем, проповеди по книге Иова. Или по другим книгам. То есть, одни тексты. Вот одному проповеднику нравится какая-то книга, он, скажем, по откровению будет все время проповедовать. Или почему-то другому. И нет сбалансированного духовного питания. Когда мы берем, скажем, Нагорную проповедь, мы можем сбалансированно преподавать полное Евангелие, все темы. Например, вот, скажем, редко просто так проповедник выйдет и будет говорить о прелюбодеянии, об отношении к другим женщинам. А когда он читает Нагорную проповедь и написано там, ну, кто посмотрит на женщину с вожделением, и он уже проповедует об этом. И для нее есть возможность сказать то, о чем бы он не проповедовал обычно. И многие другие темы можно охватить, когда по порядку берешь эти стихи, в частности Нагорной проповеди. Потом это очень выгодно, удобно для проповедника. Скажем, если вы знаете, что вы собрались проповедовать по Нагорной проповеди, вам намного легче собирать материал. Вы думаете об этом, вы размышляете, вы читаете. Какие-то мысли приходят, вы их все складываете или в компьютер, или в папочку. И собираете, и собираете, и собираете, и собираете материал. И собираете книги, читаете на эту тему. Если вам попало, вы проповедуете по пятой главе, вам попала мысль на тему, не судите. Вы уже ее записали себе. И у вас уже какой-то материал будет. Я себе таким образом собираю, вот сейчас я собираюсь проповедовать серию проповедей по Давиду, о жизни Давида. Я думаю, это будет 15 проповедей, может быть больше, меньше, может быть больше, скорее всего. И у меня уже на каждую из этих предполагаемых проповедей по 2-3 страницы есть материала. Потому что я уже давно об этом думаю, уже больше года, наверное больше двух лет. Собираю материал, одновременно работаю над другими проповедями. Но мне сейчас намного легче, у меня уже есть много материала на эту тему. Вот поэтому, когда вы берете какие-то темы, вот это большое благословение и помощь вам. Ну и обучение членов церкви. Члены церкви систематически обучаются какой-то доктрине. Скажем, вы можете взять послание Иакова. Обучить их, что такое вера, выраженная в делах. Или вы можете взять послание к римлянам, оправдание по вере. Вот еще раз прояснить, сказать несколько проповедей, скажем, ну одна проповедь на каждую главу. Может быть будет сложно, мы не такие великие проповедники, чтобы послание к римлянам по каждому стиху говорить проповеди. И кто-то говорил, что об одном проповеднике он начал проповедовать серию проповедей по книге Иова при 800 слушателях и закончил при 8. Утомил слушателей. Вот это бывает такое. Здесь важно как-то не утомить и не зациклиться на чем-то одном. Потому что есть такие специалисты. Вот я читал об одном проповеднике в Германии в период рационализма. Он начал проповедовать по книге Исаии. К 22 году проповеди он дошел до середины второй главы. Ну за 20 с чем-то лет полторы главы, это конечно великий учебник, ничего не скажешь. Но получили ли слушатели пользу? Для чего это проповедь? Показать, что ты умеешь разбирать текст, что ты знаешь греческий, еврейский и так далее. Вот вы сказали, что, если я правильно понял, по Евангелии от Матфея по 5 главе, вы сказали, там 48 стихов я посмотрел. Вы сказали там 19-20 проповедей, да, недавно? И вот сначала скажу свое мнение, потом спрошу ваше. Вот мое мнение почему-то сейчас, в данный момент, я в нем не буду его утверждать, не буду на него бороться сильно. Но мое мнение, что чем меньше стихов проповедник использует в Библии, меньше нагромождений вот этих, тем лучше. То есть он берет малое количество стихов, глубже копает и таким образом получается лучше, объясняет и подставляет туда всякие комментарии. Все, 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 вот это вот, да? Почему так думаю? Потому что раньше, я когда начинал, я наоборот старался брать больше, потому что копать глубоко не получалось. И берешь больше кусок, поверхностнее, вроде какой-то фон есть, но смысла в этом фоне как таковом нету. И вот сейчас я пришел к тому, что, ну, будем говорить так, пик, наверное, проповедника, это проповедь по одному стиху. Не по всякому, конечно, стиху можно проповедовать, но вот по одному стиху. И недавно вот я проповедовал, первый раз в жизни я вот нашел этот стих, так получилось, Господь повел меня, Псалом 36, 3 стих, «Убывай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину». Я называл эту проповедь смысл жизни. Как вы скажете, вот прав ли я или вот где-то я не прав, или в чем-то вот? И прав, и не прав, да. То есть здесь зависит от текста, какие тексты мы берем. Мы в любом случае, лучше всего, если мы проповедуем на логически законченный отрывок Писания. Если мы берем на горную проповедь, мы читаем «Блаженные нищие духом, ибо их царство небесное, и блаженные плачущие, ибо они утешатся». Это законченная мысль, идея, ее можно развить. Мы можем взять «Блаженные плачущие» и говорить о том, как человек плачет о грехах этого мира, как он плачет о своих грехах, как он плачет в этих печалях, переживаниях, и как Бог утешает. Здесь есть законченная мысль. При этом мы не забываем о контексте, конечно, что было до того написано, до того было написано, скажем, «Блаженный нищий духом», что после того мы все это учитываем. Но есть некоторые тексты, в которых невозможно стих изолировать. Скажем, если мы берем притчу. Допустим, в притче о блудном сыне можно проповедовать на отдельный стих, но лучше показать картину, потому что это притча. Притча о десяти девах. Там нельзя даже проповедовать... Притча вообще, наверное, нельзя. Да, притча. А один стих ни на какой там проповедует. Притча – это история. Историю невозможно вырвать, как-то разделить на кусочки и проповедовать сложно. То есть надо представить ее как историю, лучше всего представить. Как притчу о блудном сыне, как притчу о милосердном самоленении. Или вот сейчас я занимаюсь тем же Давидом. Скажем, история борьбы с Голиафом. Я думаю, нет смысла проповедовать на каждый стих отдельно. Взять эту историю и показать, как Давид победил, что послужило основой его победы, как он уповал на Бога. Он говорит, я иду с именем Бога. И вот эта картина, как Давид пошел именем Бога. И там мы берем целую главу. То есть здесь правильно так заметить, брать логически законченный отрывок. Например, в книгах, в посланиях там тоже есть свои отрывки. Вот как начинает апостол мысль, развивает и заканчивает. Скажем, апостол Петр, там третья глава. Жены. Так же и вы жены. И там три стиха, допустим, к женам он говорит. Потом к мужям. Мы можем взять эти стихи к женам сказать. Три стиха. Потом один стих, допустим, к мужям. Потом там к пастырам, пятой главе он говорит. Также вы, младшие, повинуйтесь пастырям. Тоже несколько стихов. Потом к пастырам несколько стихов. То есть мы берем логически законченный отрывок. Иногда это может быть один стих. Иногда это может быть большой. Но нам надо вот что помнить. Что Библия же не была написана с разделенной на стихи. Разделение на стихи на главы было осуществлено в 13 веке. Разделение на стихи в 16 веке. И это уже человек сам делил. Первоначально Библия была написана сплошным текстом. И здесь важно нам самим находить эти логические отрывки. Более того, иногда мы даже не можем заканчивать одной главой и начинать другую. Мы должны прочитать стих дальше. Несколько стихов следующей главы. Чтобы логическую мысль какую-то представить. Потому что не все деление совершенно сделано. Есть некоторые проблемы даже в делении Библии. Вот поэтому здесь правильно и то, и другое. Иногда стих. Но главное, чтобы это был законченный отрывок. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Еще один вопрос попутный. Вот вы сказали, вы готовите о Давиде сейчас. Вот эту сцену, где Давид побеждает Голиафа. Там, наверное, стихов, я не знаю. Но если брать стихов, наверное, 10-15, может быть, даже 20. Даже больше, да. Может, даже больше. Вы лично будете их читать или вы просто перескажете? Я думаю, что я прочитаю, может быть, главные из них. Я разобью чтение на несколько отрывков. Учитывая то, что историю эту люди знают. В основном знают даже дети в воскресной школе. Вот я проповедую в церкви уже не для неверующих, а для верующих. В основном людей или тех, кто посещает церковь, они представляют эту историю. И я хочу разбить на блоки такие. То есть я прочитаю сначала идею начала подготовки. Потом где-то я буду говорить об этом. Потом я буду говорить о том, как Давид идет именем Бога. Я прочитаю отрывки, в которых говорится об этом. И потом в конце о победе, как Давид достиг победы. Я прочитаю этот отрывок. Скорее всего, я прочитаю. Обычно я считаю нормальным прочитать 10 стихов, 12. Вопрос в том, что мы должны обращать внимание на качество чтения. Что потеряно у нас часто у проповедников? Проповедники часто на чтение смотрят несколько снисходительно. Ну, быстренько прочитаю и перейду к проповеди. Но чтение это самое важное. Библия. Именно текст Библии. И очень плохо, когда проповедник небрежно подходит. И он не может даже произнести слово. Там Навуходоносор, Феглофилосар. И он путается в словах. И тогда слушатели недоумевают. А о чем ты хочешь проповедовать? Ты вообще читал текст? Проповедник должен очень хорошо, внимательно несколько раз прочитать текст. И ничего страшного не будет, если он прочитает 10 стихов, 15 стихов. Но если он их прочитает выразительно, ясно, четко. Если он возьмет Евангелие, скажем, с ударениями. Есть такие Евангелие, как правильно читать. Или он послушает дикторов хороших, сейчас и в записях Библии или Новый Завет. И прочитает красиво, ясно и четко. И это будет благословением для церкви. Поэтому не надо бояться чтения больших отрывков. Я думаю, это нормально. Если читать их ярко, красиво, четко и ясно. Поэтому здесь отрывок мы берем просто логически законченный отрывок. Для проповедника важно не вырывать текст из контекста. Например, проповедник один проповедовал на смерть Авраама Линкольна. Он взял текст и скончался Авраам. Но это совсем о другом речь идет. Вот он из текста бытия скончался Авраам. Или один проповедник приехал в одну церковь в третий раз. И он начинал с апостола Павла чтение. В третий раз уже иду к вам. Но апостол Павел писал о другом, о другой церкви, о другом приходе. Поэтому здесь важно не вырывать текст как-то из контекста. Не изолировать его от других текстов. Находить вот эту идею, связь в контексте. В псалмах или в притчах иногда можно брать отдельные стихи. Они имеют законченную полную мысль. Например, если первый псалм проповедовать на первый, хорошо взять полностью псалмом. Он так хорошо возлагает эту мысль. И видно противопоставление. Вот праведный, и что он делает? Раз, два, три, четыре. Вот нечестивый, и что он делает? Чем заканчивается путь праведного? Чем заканчивается путь нечестивого? Очень ясно и конкретно видно. С другой стороны, нам нужны и более общие проповеди. Например, если кто-то из вас берется, допустим, на одногорные проповеди проповедовать, хорошо, можно было бы сказать первую проповедь вводную обо всем. Скажем, о Евангелии от Матфея, о цели Евангелии от Матфея, для чего она была сказана. Об основе, чтобы люди видели, в каком контексте это было произнесено. А потом уже говорить об отдельных. Вот я слышал, например, прекрасную проповедь одного проповедника по всему Евангелии от Луки. Он взял целое Евангелие, но он настолько хорошо раскрыл главную идею Евангелия. И потом в последней части он сконцентрировался на одном-двух стихах основных. Там сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. И он привел к этому и показал путь спасения основное, что самое главное. И я увидел картину всего Евангелия, и я увидел цель, фокус этого. Вот поэтому хорошо взять и потом прийти к какому-то фокусу ясности. Итак, братья, подходы к выбору текста мы представили. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли по этому поводу, и вы хотите что-то добавить, или у вас есть еще какие-то дополнительные подходы, вы можете сказать об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!